Bonjour, с вами Дерксель Глински, и сегодня мы рассмотрим апгрейды в Херц и Фарен 4. Под апгрейдом я подразумеваю улучшение любой боевой единицы. И мы рассмотрим апгрейды в пехотных армиях, флоте и авиации. Начнем с авиации. Заходим в панель производства, находим самолет и нажимаем на такую кнопочку «Создать вариант». Здесь, получая воздушный опыт, то есть опыт авиации, можно улучшать надежность, дальность вооружения и двигатель. Получить вы этот опыт сможете за счет боевых действий. Ну и, конечно же, с помощью национальных фокусов, а точнее ветки авиации. Надежность – показатель, от которого зависит эффективность вашего самолета. Чем больше надежность, чем больше вероятность, он будет прям уничтожать ваших врагов. Ну, вооружение – это плюс к атаке, двигатель – это плюс скорость, и дальность – это плюс радиус действия. И так, главное, можно с любым видом самолетов, которые у вас доступны. То же самое и с флотом. Находим любой корабль и нажимаем на «Создать вариант». Тут у нас есть разные ячейки, которые будут доступны нам после технологий, но у нас уже есть доступные ячейки. Это ячейка модуля, ну, а также палубы и ПВО, также радара, двигатели и других вещей. Мы можем исследовать их и заменять за счет опыта. Опыт флота мы получаем во время боевых действий и, опять же, за счет национальных фокусов. Все эти апгрейды мы найдем вот здесь вот, в меню «Исследований флота». Ну и переходим к «Заключительной пехоте». Тут все немного по-другому. Мы нажимаем на панель «Наборы размещения», видим все шаблоны дивизий и нажимаем «Изменить». И тут мы можем изменять нашу дивизию. Нажав на «Плюсик», можно выбрать любую единицу, которую мы хотим добавить в нашу дивизию. Также есть разные роты поддержки, которые мы можем исследовать. Тут есть отдельное меню «Рота обеспечения», где улучшаются, ну и вообще исследуются, все эти вспомогательные батальоны. Но нам нужен опыт. Опыт мы добываем, опять же, во время военных действий. И благодаря национальным фокусам, и благодаря тренировкам. Чтобы начать тренировку, создайте одну армию. И нажмите на самую левую кнопку здесь. И они начнут тренироваться. Они будут терпеть небоевые потери. И у них будет минимальная вообще организация и прочность. Но они будут добывать вам военный опыт, что очень хорошо. Но когда у вас планируются боевые действия, и вообще во время войны, делать такого не стоит. Если у вас, допустим, не хватает людей на новую дивизию, улучшите старые дивизии. И, конечно, в разных ситуациях, опять же, нужны разные решения. В некоторых ситуациях нам нужно больше дивизий, в некоторых нам нужно меньше дивизий, но они должны быть качественнее. Мы можем увидеть это на примере многих войн. Если вы играли в 1-4, вы, наверное, задавались вопросом, «Ну, у меня же больше дивизий!» «Почему они выигрывают?» А всё потому, что их шаблон уникален, и он уничтожает ваш. Надеюсь, этот гайд был очень полезным. И в следующий раз я сделаю гайд про флот. Я уже подготовился и пишу сценарий. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!